Итак, для данной печки мы возьмем три диска. Два у меня получились 14-го радиуса, один чуть побольше. Берем самый попавшийся первый, более-менее целый, вырезаем внутрянку из него, это будет наш верх, само посадочное для казана. Подобные манипуляции мы проводим со второй, которая чуть побольше, это будет непосредственно наша топка, мы также вырезаем из него внутрянку. Далее нам нужно зашлифовать все кромки, края, где прорезы были и где были отверстия под мипель или сосок. Также нужно шлифовать на них краску, чтобы все это прекрасно проварилось и заварилось. Далее начинаем проваривать. Провариваем наши небольшие пропилы, которые, как говорится, экспресс-бортировка была болгаркой. И далее примеряем диск поменьше на более крупный и провариваем. После проварки по всей окружности диска я решил его слегка обстучать молотком, чтобы немножко подвернуть, и пока горячий. Ну и, соответственно, ушел шлак также. Ну и дальше проводим манипуляции точно такие же с третьим диском. Также провариваем наши прорези, наши отверстия под ниппель и непосредственно провариваем всю окружность диска. Далее размечаем дверцу. Изначально я хотел сделать дверь портальной, то есть сварить ее непосредственно из листового металла. Но получилось более-менее аккуратно отпилить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И я решил ее оставить. Такой, как она и есть, то есть куском диска, просто приварив навесы. Естественно, чуть подровняв саму вырезанную нашу дверцу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также решил приварить небольшую ручку для нее. Взял обычную столистую проволоку, согнул ее, отрезал и приварил. Для того, чтобы наша печка стояла более-менее на удобной высоте, и чтобы не нагибать спину при готовке на ней, я решил чуть-чуть ее поднять от земли. Соответственно, взял старый какой-то профиль у меня валялся в металлоломе, отрезаем и привариваем. Далее нам нужно обжечь краску. Я забил печку дровами и оставил ее обжигать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Утром нужно было счистить обгоревшую краску. Для этого я взял корс-щетку и сетевой шуруповерт, и все быстренько облетело, для того, чтобы приварить еще дополнительные ручки для переноса ее, и впоследствии покрасить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для ручки я взял арматуру, согнул ее в тисках в две П-образные заготовки, отрезал и приварил все к нашей печке под небольшим углом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее решил подготовить крышку, на которую можно будет ставить к сковороду. Легко вышел из положения тем, что надрезал штамповку самого диска, и, получается, разогнул ее на наковальне, и получились такие небольшие выступы. А остальные часть, которая нам уже не нужна, и она, в принципе, цеплялась, на самом деле, за саму печку, я просто обрезал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше подготавливаем поверхность для покраски. Это протираем растворителем, обезжиривателем, и красим. Красил в термостойкую черную матовую краску. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как всегда, наши ножки покрасил в золотистую краску. Любимая цыганщина. Ну и, естественно, дальше решил показать ее в действии. Я ее принес на место и решил пожарить картофель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет ничего вкуснее молодой картошки с маминого огорода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И также решил затестить, как будет сидеть казан на данной печке. Все на самом деле очень удобно, замечательно. Но я думаю, что слегка подрежу еще самопосадочное, чтобы казан утоп немного глубже. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось. Поставьте лайк. Обязательно подпишитесь. Сейчас вот здесь будет два стареньких видоса. И вот здесь мой логотипчик. Подпишитесь на канал. Мне всегда безумно приятно, что вы меня смотрите. Спасибо вам большое. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok